Наш театр существует с 2002 года. Это было сначала, никто не думал, что это будет такая длинная история. Мы всего-навсего были такой группой драматургов, которым было интересно делать какой-то театр, которого до тех пор не было. И это был театр, который, как казалось, прежде всего, современных пьес и документального театра, потому что было ясно, во время, когда так много всего происходило в России и так быстро менялись какие-то события, и реально за 15 лет вдруг мы вместо Советского Союза получили какую-то другую страну, которую еще никто не понимал, что это за страна. Мы поняли, что каких-то инструментов описания этой ситуации не хватает традиционных, и нам показалось интересным именно в театре заниматься практиками документального театра. И мы этим занялись, и выяснилось, что это действительно... Сначала это было просто такое движение, и было интересно людям этим заниматься, и в какой-то момент выяснилось, что проект есть, а нет ничего под него, и, собственно, места, где это можно показать, нет. И тогда была просто такая сумасшедшая история. Мы получили тогда грант, маленький грант правительства Москвы. Это был такой эксперимент по тому, чтобы давать деньги не государственным театрам, и мы сняли подвал, подвал маленький, 80 метров всего был, сделали ремонт своими руками, купили самое простое оборудование, и так начался театр ДОК. И никто не думал, что это будет какая-то такая длинная история. Но, тем не менее, за эти годы, которые прошли, наш театр стал известен в России, в Москве. Мы получили 4 золотых маски за эти годы, это высшая награда, и она очень трудно получить в России. И более того, самое главное, театр ДОК стал таким центром притяжения людей, и многие люди, которые у нас дебютировали, они потом стали, как там Иванов Рыбаев, руководитель практики, или там Марат Гацелов, руководитель новостей на Александринке. Ну, еще можно вспомнить какие-то примеры. Вот. И, в общем, так встал, такое вот образовалось, такое сообщество, которое, ну, действительно, занимается тем, чем хочет, свободным театром. С самого начала не было никаких идей, чтобы это был театр, который, как бы, занимается политикой, да еще хочу, забегая вперед, сказать, что сейчас я не считаю, не взявляя на то, что нас преследуют как политических каких-то, так сказать, диссидентов, я не считаю до сих пор, что у нас политический театр. У нас свободный театр, мы вот какие хотим, тем и такие берем. И не хотим брать темы с оглядкой на то, что чего-то нельзя, потому что мы действуем в рамках закона, мы конституцию не нарушаем, а у нас до сих пор, как ни странно, надгарантирована свобода слова. Ну, вот так вот это и происходило. Значит, мы играли, мы, значит, все больше, значит, становилось у нас каких-то спектаклей. Такой, значит, особенностью нашего театра стали спектакли на документальном материале. И это в том числе были использованы техники вербательные, но и не только. Например, у нас один из наших таких культовых спектаклей, это была «Война Молдавана за картонную коробку» про гастарбайтеров, которые живут в картонных коробках на рынке и воюют между собой. И там, например, была использована такая история, что работа с кастингом, как средство тоже художественного высказывания. Кастинг проводился среди артистов, которые имели опыт, значит, экстремального выживания в Москве, то есть которые реально могли, так сказать, что-то про это, что для них это не было какой-то личиной очередной, которую можно примерить, а было бы действительно что-то, что они уже прожили. И мы пошли дальше, режиссер был Михаил Лугаров, он заставил артистов, ну, побудил артистов рассказывать свои истории, и они тоже вошли, значит, вот в этот спектакль. Это очень был такой интересный спектакль, который стал такой, так сказать, тоже вехой какой-то, значит, для нашего театра. Вот еще сразу же мы в 2003 году стали работать с заключенными, это просто тоже был такой случай, что мы познакомились с девушкой Галины Рослова, которая работала психологом в одной из армутских тюрем, причем это была колония строгого режима для женщин, то есть женщины, совершившие какие-то серьезные преступления, и наши артисты туда ездили как волонтеры, занимались этими женщинами театром, писали с ними пьесы, и, в общем, это было все очень такой интересный опыт. И наши тоже артисты поставили на материале уже документальном, в частности, артистка Варвара Фаер поставила спектакль «Преступление страсти», где она сама играла одну из ролей настолько реально, что ее принимали за, что это ее собственный рассказ. И, в частности, мы играли на одном фестивале, и когда там она от лица своей героини говорила, ну и тут она рассказывала, «Преступление страсти» это вообще про женщин, совершившие преступление ради любви, и она рассказывает героине, как она убила своего очередного мужа, и тут я его хряк, а он вот так вот, значит, эх, и описывая, как она, значит, убила мужа. И тут в зале вдруг закричала «Женщина, сволочь, у тебя четверо детей, что ты делаешь?» И вышла, значит, перепутав артистского персонажа, и вышла, цок-цок-цок, и вышла, хлопнув дверью. Это реальность. Вот. И это, значит, так вот начался театр, и, в общем, он как бы находил все больше публики, и вдруг наши, так сказать, достаточно какие-то снобистские критики, которых там не заманишь никуда, стали ходить, потому что, видимо, было как-то интересно. Вот. И так дальше у нас, значит, в общем, да, и первый, на самом деле, спектакль, который, можно сказать, политический, наверное, мы сделали в 2005 году, когда, значит, были события, террористы захватились в школу в Беслане, и там был штурм, где, значит, погибло очень много детей. И вот этим событием и обсуждению этих событий в обществе был посвящен наш спектакль «Сентябрь Дог», который был основан на нашем таком вот важном постулателе «Ноль позиция», то есть человек, который берет интервью, максимум у него не имеет предвзятое точки зрения, он не хочет обслужить какую-то точку зрения, он просто старается исследовать предмет. И мы воспроизвели тот ад в голове, который происходит у нашего современника, где есть расизм и, так сказать, страх, и жертва, и агрессор, все это есть. И в частности, вот такая вот цитата оттуда, да, там это сделано из цитат с форумов, на которых обсуждали, хотя мы в театре обычно не используем, так называемые мертвые интервью, то есть интернет, но этот был случай, когда там была очень большая энергия, и для нас была такая тоже, ну, какой-то шок, что вдруг мы обнаружили, как, так сказать, на самом деле много напряженности между людьми разных национальностей в России, где мы до сих пор пытались, ну, как-то привыкли к братству народов, к дружбе народов, к единой семье народов, вот это все выяснилось, что совсем все не так, и что проблем назрело очень много. И там, на этих форумах, там, значит, чеченцы ненавидели ингушей, ненавидели, там, осетин, значит, все вместе ненавидели русских, значит, и вот это все, про это, про все, так сказать, люди разговаривали очень откровенно. И там, в частности, есть такая цитата, что дагестанская женщина пишет, то есть кавказская, «Эй, кавказцы, не верьте русским, особенно не верьте москвичам, знаете, что они пишут в своих объявлениях? Сдадим квартиры, только не сдадим неграм, китайцам и кавказцам». То есть они нас, кавказцев, приравняли к этим грязным неграм и вонючим китайцам. А все потому, что все решает зажравшаяся кучка евреев в Кремле. И этот, на самом деле, когда мы были на гастролях во Франции, на фестивале «Пассаж», то это вызвало полное непонимание западной публики, потому что что ваш театр хочет этим сказать? А это как бы документальная цитата. И нам как раз это самое интересное, потому что это точка, когда жертва превращается в агрессора. Это то, что достойно художественного исследования. Но его делали спектакли самые разные, которые, в том числе, прежде всего, исследуют границы современной театральности, которые исследуют то, что сегодня театр, зачем он нужен людям. И, в частности, мы сделали тоже один из таких спектаклей, которые стали такими политическими. «Час 18» – это про смерть Сергея Магницкого. Это имело большой общественный резонанс. Мы были в новостях, причем не культуры, а Яндекса, то есть нашей главной поисковой системы, две недели, потому что все люди, кто его посмотрел, они все написали отзывы и стали обсуждать сегодня в интернете. Но это тогда, хотя спектакль был очень острый, он прямо обвинял нашу систему силовую в смерти человека. Это тогда, поскольку еще в 2011 году там была еще другая страна, у нас еще считалось, что мы идем к реформам и к инновациям, то это не имело никаких последствий. А вот сейчас, когда уже в декабре 2014 года, мы впервые уже были какие-то, так сказать, тут, уже нас передавали добрые люди, доброжелатели предупреждения, что вы должны снять свои спектакли, вот вы зачем выступали на «Купай Абай», зачем вы делали эту запрещенную читку, которую не одобряет пьеса Министерства культуры, да зачем вы то, да зачем вы это, но я всегда считаю, что эти шепотки – это на самом деле тоже орудия этих людей, которые не могут, если вам есть что нам предъявить, где мы нарушаем закон, пожалуйста, покажите, будем с этим разбираться. А вот эти вот шу-шу-шу мы вам не рекомендуем, это главное орудие силы зла сейчас в стране, шу-шу-шу мы вам не рекомендуем. Люди боятся непонятно при чем чего, так сказать, да, но они боятся, значит. А мы как бы тут, ну реально, скажите, в чем вы виноваты, а сказать нечего, потому что мы ни в чем не виноваты, мы все делаем по закону. Ну вот и так, значит, мы совершенно в рамках нашей уставной деятельности показывали, где написано, что мы, наша организация, она создана для того, чтобы, значит, исследовать документальные материалы и, в частности, приводить показ документальных материалов с обсуждением, это одна из наших уставных целей. И мы так показывали украинский фильм «Сильнее, чем оружие». Вот, это был фестивальный показ, значит, то есть мы денег не брали за него, и просто мы хотели его, значит, показать, этот фильм обсудить. Но, значит, во время показа через три минуты вошли силовики, собаки с овчарками, они заключали, что в зале заложена бомба, и, значит, как бы стали, значит, переписывать при этом, а не эвакуировать людей, а переписывать тех, кто находился в зале, а потом, опять же, выгнав оттуда всех людей, но забыв про то, что там бомба, они сами стали смотреть этот фильм вместе с нашим техником. Видимо, версия бомбы была как-то, значит, забыта. Ну вот, и они, значит, фильм, значит, оказался не экстремистским, но, тем не менее, они арестовали троих наших сотрудников и погромили наш театр. То есть эти кадры у меня есть, они просто разгромили наш офис, они там растоптали наши декорации, и самое интересное, самое пикантное, что при этом было два сотрудника Министерства культуры. И это все такая была акция устрашения, потому что на следующий день меня вызвали в Министерство культуры, я еще не понимала, на самом деле, насколько все запущено, я пошла, думала, что сейчас будут извиняться, а между тем, у меня было прямо, выяснилось, что в этом Министерстве культуры просто какие-то работают, есть отдел, где просто работают какие-то люди, явно, так сказать, они якобы отдел памятников, отдел защиты памятников, но памятники у нас, как мы понимаем, не защищаются, судя по тому, что все время уничтожается старая Москва каждую минуту, и какие петиции общественности, что, боже, что вы делаете, зачем вы сносите этот дом, не приходят ни к чему. А вот тут, значит, они занимаются тем, чтобы давить на крошечный некосударственный театр и объяснять ему, что он должен показывать, что он не должен показывать. И там дальше я оказалась совершенно не готова к тому, что там был просто ГБшный допрос, два человека, они на меня давили, значит, и мне угрожали, но я просто в стол и ушла. Потому что там, я помню, человек мне говорил, что, значит, вы что, в тюрьму хотите, вам мало было того, что вчера. Потому что я начала с того, что, как вы могли сотрудники Министерства культуры допустить погром театра, значит, вот это. В общем, я на это встала и сказала, так, пожалуйста, если у вас есть, если у Министерства культуры есть ко мне какие-то дела, пожалуйста, встретимся в суде, я приду с адвокатом. Значит, на этом, как бы, мои отношения с этим ведомством кончились. Вот. Ну, дальше мы, значит, получили предписание, что мы должны с нами расстроить договор аренды, и с нами они продляют, и мы, значит, должны покинуть помещение. Вот. И мы, значит, сняли новое помещение с большими трудами. И дальше мы, значит, полтора месяца делали ремонт, потому что помещение было совершенно разрушено. Старинный особняк, но разрушенный. И тут мы тоже столкнулись с тем, что нас очень любят наши волонтеры, наши зрители, мы получили огромную-огромную поддержку от, на самом деле, каких-то людей в России, то есть приезжали люди из других городов работать на нашей стройке вот этой. Вот. И это было действительно, ну, очень-очень-очень круто. Вот. И дальше мы 14 февраля мы открылись на новом месте, но у меня всегда был момент, что они от нас так легко не отстанут. И дальше мы встали, перешли на режим очень интенсивной работы. И за пять месяцев, которые нам удалось пробыть в новом помещении, мы выпустили 10 спектаклей, и среди них такие, с которыми, так сказать, мы действительно сейчас едем на фестивали, и которые очень любят наши публики и так далее. Среди них был спектакль «Болотное дело». Это документальная пьеса, которую написала автор из Екатеринбурга Полина Бородина, и которую, значит, я сама поставила. Это, так сказать, проект, который очень любит публика. Мы уже его возили на гастроли в Румынию, на гастроли в Финляндию. Вот. И, значит, на следующий день после этого нам тоже пришли до этого. Люди сказали, мы вам не рекомендуем показывать этот спектакль. Мы спросили, а что случилось, почему спектакль нельзя показывать? Это в рамках законов, всё, так сказать. Это в рамках нашей уставной деятельности. Ну, после чего, значит, к нам пришли на время премьеры. Там было какое-то огромное количество силовиков, которые, значит, автобусы с ОМОНом. Тоже мы всё это засняли, и это есть на видео, и на, значит, на фото. Мы всё это засняли, и дальше мы, значит, на следующий день, на следующий день после премьеры, которая прошла, так сказать, с каким-то там были родственники, значит, потерпевших на болотном деле узников, и было как-то очень хорошо, люди приняли, и всё это было как-то очень хорошо. Вот. На следующий день я приехала дать интервью журналистам, и как раз в этот момент, представьте, счастье журналистов, потому что в это самое время пришла прокуратура. В прокуратуру пришёл человек из милиции, из полиции, пришёл человек из МЧС, пришёл человек по твёрдым отходам, вслед за ними пришли ещё люди, опять дознаватель с собакой, и ещё опять пришли люди из убойного отдела почему-то, значит, центрального округа, специалист по убийствам, и ФСБшник. Это все эти люди, они, значит, как бы исследовали театр, смотрели на него и спрашивали меня, скажите, почему вокруг вашего театра такой ажиотаж. Я говорю, ажиотаж, потому что вы его устраиваете. На что они говорили, нет, ваш театр очень много обсуждают в интернете, вас очень много пишут, в чём дело, в чём ваши секреты. Вот. И, в общем, так они, значит, провели с нами, как бы, целый день. Вот. А всё, что они смогли взять, они взяли в договор субаренды. И через неделю после этого наш арендатель, который до этого говорил, мы ничего не боимся, как хорошо вы там всё сделали, он нам прислал предписание, что он, значит, на него давит его, так сказать, уже, как бы, там, хозяин, так сказать, потому что он там представитель, собственник, а есть ещё собственник, и требует расторгнуть с нами договор. Таким образом, мы, значит, снова оказались на улице, но этот раз уже у нас большой опыт, и мы сняли помещение так, что у нас 22-го мы играли, июня мы играли на вставом месте, а 23-го мы играли на новом месте. Это вот наш, так сказать, вот наш, так сказать, вот этот, ну, последний переезд пока что, значит. И мы там, мы вот существуем, начиная с июня, вот и играем, и, так сказать, ещё выпустили там три пенет за это время. Вот, и у нас там две площадки, значит, надолго ли мы там, мы не знаем, но мы продолжаем делать то, что мы делаем, в том числе мы работаем над документальной пьесой про Олега Сенцова. Правда, играть мы её будем не в театре, а в транспиративных квартирах, так сказать, потому что, чтобы снова, так сказать, не приходила именно в театр собака-нюша, дознаватель и вот это вот всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...